МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новины региона» у студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску «Глядзите». Ордены за народжение и выхование 5 и больше детей. Президент Беларуси подписал ответный указ. Тыгру Артему привязутся бруку, а верблюдицы Аталя, сябра могилевский заосад рыхтуется до зимы. Товароборот склау больше за 500 тысяч рублей. Восиньские кермаши набирают популярность. Про это иначе больше подробно. 14 шмадзетных мать могилевшины отримают ордены за народжение и выхование 5 и больше детей. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ответный указ. Сгодная зим у знагорода отримают больше за 160 женщин нашей страны. Гоноровые у знагороду шмадзетные мать могилевшины отримают на урочистом приеме у Аблвыконками. По информации областного комитета по праце, занятостей и социальной обороне, в уголе на могилевшине больше за 870 женщин у знагороджены орденом мать. Сюльета их уже 30. Приемно кажуть специалисты комитета, что эта личба за поршние годы мает только додатную динамику. Даречи, самой молодой мать, якая сюльета отримает у знагороду, спаунилась 27 год. Зараз яна выховывая 5 детей. 100% по шпарту готовности спаживцов тепловой энергии зарегистровано в Могилевском отделении филиала «Энергонагляд». Это не только объект областного центра, так само Могилевского и еще 7 районов в области. Так, по Могилевскому отделению региструется по шпарту готовности 1908 спаживцов тепловой энергии и 786 теплокрыни. Как означают специалисты отделения филиала «Энергонагляд», на всех названных объектах поспяково справились с работами по подрыхтов цида осенне-зимового периоду. Такая эффективность стала махчимой и за кошт того, что, сгодно с распоряджением облвыконкама, спаживцы тепловой энергии обовязково узгодняют с филиалом «Энергонагляд» свои мероприемства по подрыхтов цида тепляльного сезона. А значит, инспекторы мают махчимость проанализовать стан теплового и электричного обсталевания конкретного спаживца и пораець включить у спис обовязковых мероприемств у минавито те пункты, которые позволят безаварийно працевать в тепляльный период. Становчий выник принес еще один пункт высшей названного распоряджения. Поэтапная регистрация по шпарту готовности позволила «Энергонагляду» больше планомерно размирковать удел у комиссиях по проверцам готовности спаживцов до тепляльного сезона и больше уваги на дать проблемным пытанням. Увы, никуда 1 липеня 30% спаживцов и теплокрыниц отримали пашпорты готовности. 1 жюня названная личба досягнула 70%, а уже у вересни у Могилевским отделением филиала «Энергонагляд» было зарегистровано 100% пашпортов готовности спаживцов тепловой энергии. Специалисты филиала «Энергонагляд» нагадывают, что только после отримания пашпорта готовности спаживец тепловой энергии, мая право на включение отповедных систем с початком отепляльного периода. Шарговая хваля восиньских кермашов в регионе больше за 160 запланованы минавито на Кастрышник. У Бавруйской кермашей пройдуть 7, 14, 21 и 28, а областным центром Буйный городский кермаш отбудется 21 Кастрышника. Каля Палаца культуры в области. У сезонном гандле приймуть удел сельгаз-продприемства и фермерские господарки спаживка операции о предприемстве мясомолочной промысловости. И, как поведомили в управлении гандлю Абл-Ваконкама, им рекомендовано продавать товары по ценах вытворцев. До речи, у Вересни на Могилёшчине пройшло 199 кермашов. У двоя больше леташнего. Товарооборот склау 500 тысяч рублей. Реализовано больше за 225 тонн уроджаю, что говорит про интерес насильництва. Лидерами продажу на кермашах у Вересни были безумовна бульба, капуста и цыбуля. По традиции, у ассортименте так сама садовина, огороднена, свежая рыба, саджанцы, насенние рослины трав, сельгаз-инвентар. А крымя городских кермашов, районной администрации лазить так званые мини-кермаши выходного дня. И у делу у Восиньских кермашах проймаются дамы-интернаты. У Могилёвской области таких установ 9. 8 из них для дорослых. У них живут люди, которые потребуют для себя особливого клопоту и уваги. Важным элементом их адаптации является працотерапия. Так что во установах есть свои городы. Пришим не редко садовины, а городнены и они выросшивают стольки, что хапает не только для потреб социальной установы. Наша здымышная группа наведала Хотинский дом-интернат. У Хотимским психо-неурологичным дом-интернате колядь звёг сотен же хоров. А маль усимым прописано лечения працей. И по словам специалистов, выросшивание и уборка садовины городнены поляпшает их психоэмоциональный стан. 140 гектаров земли имеется под садом и огородом. У нас 6 гектаров. Сад занимает гектар. Имеем излишки. Можем продать населению, что и делаем, выезжая на ярмарки. Выращивается такими руками трудолюбивыми нашими проживающими. Нашими работниками. Это труд, будем говорить, коллективный. Урожай хороший. Поэтому приглашаем всем к нам за излишкой продукцией. Частку собранной капусты шинкуются. Статня продают. Кажуть, вырастили много, самим стольки не потребно. А кроме огороднины реализуют лишки зерня. Зерно, пшеницу, овес, рож, ячмень. Ячмень мы продали сейчас 60 тонн. На белый солод. Населению обращается, мы продаем. Мясо, выжихар, свяжают, за довольнением набывать городнину минавито у доме-интернате. Да и ведают, для этих людей праца на земле добры фактор их адаптации. Андрей Шуляк, Татьяна Сергеичек, Юрий Аласов, Навин региона. В Могилевском зоосаде завершается подрыхтовку до зимовки живел. У зимнем рационе не только завышенные кармы, а лея додатковая. Гароднина, бульба, морква, бураки, кукуруза. Узмоцененное харчевание допоможе жихарам за осаду легче перонести морозы. Статок зубров зможе харчеваться ясши иазимами, які специально посеяли для этих живел на сусіднем поле. Для нового жихара за осаду лася памянушцы добрый на запасе лясиновое и ольховое галлё. Большасть кармов для травоедных нарыхтовывается на ученце агралесотехнічного коледжа. Што год нарыхтовцы кармов на зиму тут отдают сурьозную увагу. У засаде больше за 300 жигаров, а стане еще больше. У ближайший час тыгру Артему привезут сябровку, а верблюзцы Аталли сябра. У нас семь групп механизаторов заготавливают для них корма. У нас 300 гектар земли. Зерно мы произвели более 600 тонн зерна, 150 для них в наших хранилищах. Сено 120 тонн в хранилищах, у нас еще прошлогоднее сено. Это все заготовили механизаторы. А вот есть еще 4 групп лесников и егерей. Те заготовили корма другого типа. Веточный корм. 5 тысяч веников заготовлено. Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболе пройдя у Могилеве. Уголовную участку мающих отбыться с поборництва автоматично пройшли три самые мощные команды по выниках леташнего турнира. Братьбу за кубок поведут ягодзеющий владальник ЦМОКИ Минск, финалист минулого розыгрышу Гродно-93 Могилевский Борисфен. Четвертой командой на кубку станет переможца супростояння помеж другой командой столичных драконов и Витебским Рубоном. Рекордсменами по колькости завоеванных кубков Беларуси изъявляются ЦМОКИ Минск, який пермогали у восьми турнирах Запор. Гульни селетнего кубку отбудутся у спорткомплексе Олимпийц с шестого по восьмое Кострышника. 6 октября 18.00 у нас первая игра с командой Гродно-93 это наш принципиальный соперник, которым мы в серии в последней игре нервные очень проиграли. Ну, как будут готовы ребята и мы всех болельщиков ждем 18.00 поддержать нашу команду в игре с Гродно-93. И наприконцы про надворье атлантичный антициклон с дожжами и ветром такое восиньское надворье зараз панует на территории Могилевской области. Разом с тем по информации облгидромета температурный фон выше за климатичную норму. Удень от 7 до 14 градусов тепла. А лео все ровно синоптики рают о пронад со теплей. По всей территорию пройдут дожди. Несколько они ослабеют в субботу. Местами будут отмечаться кратковременные и усиление ветра. Усиление ветра 5-6 октября в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Вот такая на этой неделе будет дождливая прохладная ветряная погода. Осень. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюсь. До встречи и приемного вам на двор. Я.